Топные магнетики на треугольной решетке. Пожалуйста, Павел. Спасибо. Во-первых, хотел бы поблагодарить организаторов за приглашение и возможность рассказать о такой деятельности. И поблагодарить председателя секции заведения в квантовый магнетизм. Очень облегчило мне жизнь. Ну вот мы все слышали про магнетизм одномерный. Я буду рассказывать про магнетизм двухмерный. Хочу, во-первых, сказать, что оригинальные результаты здесь были получены... Можно? Где у нас мышка? Вот. Ага. Что он не двигается? Сейчас. Ага. Мышка не двигается. Я холодная. Сейчас. Нет, нет, двиганы. А, вот. Так, оригинальные результаты были получены в соавторстве с моим бывшим научным руководителем из университета Калифорнии в Ирване. Значит, я хочу рассказать про фазовую диаграмму и спиновую жидкость в анизотропной модели на треугольной решетке. И что именно я имею в виду под анизотропной моделью. Пример исследования этой модели в двух недавно синтезированных кристаллах. И в новых материалах, которые вызывают большой интерес. Значит, в чем интерес треугольной решетки? Треугольная решетка – это простейшая фрустрированная решетка. Фрустрация – это явление, когда невозможно удовлетворить одновременно все магнитные взаимодействия. То есть классический пример, если мы берем треугольную решетку и берем антифермагнитную изинговскую модель, было показано еще в 50-м году, то спины хотят смотреть в разные стороны, это антифермагнетик. Если один смотрит вверх, другой смотрит вниз, то третий будет не знать, что делать. И вот в статье его не было, очень хорошо нарисовано, что не будет дальнего порядка, потому что даже если вот эти плюсы и минусы упорядочены, то спины, которые лежат в кружках, они могут иметь любое значение, и у вас остается вырождение в основном состоянии, и не будет дальнего порядка даже при нуле температур в такой системе. И Андерсенам было предложено, что если мы перейдем от изинговской задачи к гизенберговской, то основное состояние сохранит это вырождение, будет иметь квантовое состояние без дальнего порядка, так называемая спиновая жидкость, или конкретно, например, это RVB-состояние. И спиновая жидкость вызывает большой интерес, так как являются состоянием, здесь интересное возбуждение, дробное возбуждение с топологическими свойствами. Я хотел порекомендовать обзор 2016 года, где очень подробно расписана природа разных спиновых жидкостей. И поэтому материалы с треугольной решеткой вызывают большой интерес. Я вот забил на архиве, если в названии есть треугольная решетка, то постоянно растет число публикаций. И вот даже был рост в последние годы, про которые я как раз и буду рассказывать. Так, но было покажено, что основное состояние модели Гизенберга – это неколинеарное 120-градусное состояние, где спины упорядочены, но под углом друг к другу. И это показатель такой фрустрированности решетки, как и факт, что упорядоченный момент перенормируется по сравнению с классическим значением, и для спины 1,2 – это очень большая поправка, порядка 50%. Но путь к фрустрациям может быть открыт, если мы, наши треугольные решетки, кроме ближайшего взаимодействия, которое предпочитает 120-градусное состояние, добавив взаимодействие дальних соседей, тогда происходит переход на значение 1,8 в колинеарную страйп-фазу, и оказывается, что если аккуратно смотреть, то для спины 1,2, при этом переходе магнитный порядок начинает уменьшаться у обоих фаз, и образуется промежуточная область без дальнего порядка. То есть спиновая жидкость присутствует на треугольной решетке при присутствии второго взаимодействия вторых соседей. Это было показано другими численными методами, например, DMRG, где видно, когда мы меняем взаимодействие вторых соседей, умирает один порядок, появляется область без порядочного момента, и появляется другой порядок. Или вот другими методами, где опять же показано, что здесь существует спиновая жидкость на треугольной решетке. И интерес к... Ну, было достаточно мало материалов, и нужно попасть в достаточно узкую область этих взаимодействий, чтобы получить спиновую жидкость. И большой интерес появился, когда было синтезировано вот такое соединение этербии магний-галии О4, которое представляет собой квазидвумерный кристалл с треугольной решеткой ионов этербия с актоидрическим окружением кислорода. Здесь этербии состояние с одной дыркой, получается мультиплет 7 вторых, который с кристаллическим полем кислородов расщепляется на дублеты, и получается фиктивная модель спина 1-2 на треугольной решетке. Это дублет. Это дублет. Изинг-это имеется в виду взаимодействие. Сейчас про взаимодействие буду говорить. Интерес был в том, что когда произвели измерение, оказалось, что в этом материале до самых низких температур отсутствуют особенности в теплоемкости и намагниченности, отсутствуют магнитные бреговские пики, а вместо этого присутствуют вот такие широкие пики. А также в спектре и при самых низких температурах, 60 мк, и при высоких температурах практически не отличается. Присутствует такое уширение спектра. Здесь энергия и импульс. Ситуация очень похожа на то, что мы только что видели в одномерных цепочках. И поэтому начинается предположение, что, возможно, этот материал является спинной жидкостью. И даже были расчеты, где здесь вот эта экспериментальная нейтронная дифракция в зоне бриллиан для разночения энергии, где нет спиновых волн выраженных, есть какой-то широкий сигнал. И пример расчета для одной из спиновых жидкостей. И также пример расчета спектра, который, в принципе, предсказывает уширение в спектре. Опять же, похоже на спиноны в одномерной цепочке. Потому что из-за дробных возбуждений один нейтрон рождает несколько фермионов и получаете широкий спектр. Но вопрос был в том, что даже вопрос, какой гамильтинян будет описывать вот это соединение. И есть ли в фазовой диаграмме этого гамильтиняна вообще спиновая жидкость. И для этого нужно разобраться. Здесь приведена схематично треугольная решетка магнитных атомов с актоэдрическим окружением кислородов, где сплошными линиями кислород, который находится над плоскостью, пунктиром кислород находится под плоскостью. И получается, каждый магнитный атом окружен шестью кислородами. У этой решетки есть заданные симметрии. И ситуация здесь в том, что вот этот эффективный дублет, он состоит из спиновых и орбитальных волновых функций. И поэтому, в принципе, здесь должны быть разрешены все возможные взаимодействия, которые не нарушают симметрию решетки. Я сейчас покажу. То есть, в принципе, взаимодействие двух спинов на соседних узлах – это матрица 3 на 3, которая описывает взаимодействие всех компонентов этого псевдоспина. Потому что это не является настоящим спином, а могут взаимодействовать все компоненты этого спина. Но могут быть запрещены компоненты, которые не разрешены симметрией решетки. То есть, например, симметрия поворота запрещает вот эти четыре компоненты. Симметрия инверсии говорит, что у вас матрица должна быть симметрична. И в результате остаются четыре члена, которые можно записать как X, X, Z взаимодействие плюс член, который отвечает J плюс-минус, плюс-минус за то, что X, X, Y, Y компоненты взаимодействуют по-другому. А также член, который отвечает за это не диагональное взаимодействие Z, Y, J, Z плюс-минус. И что интересно, из-за C3-симметрии, чтобы получить взаимодействие на других связях, нужно произвести поворот этой оси. Поэтому в Гамильтане появляются вот эти члены косинус и синус 0, 2-пи-на-3 минус 2-пи-на-3. И получается, что взаимодействие этих спинок зависит от направления связи. И в Гамильтане можно выделить два вклада. Это часть, которая не зависит от направления связи. И то, что я буду называть ненезотропными членами J плюс-минус и J, Z плюс-минус, зависит от направления связи. Чтобы было понятнее, можно на самом деле этот Гамильтане переписать по-другому. Вот я возьму ближайшую часть. На самом деле здесь важно, что эти компоненты записаны в выделенных осях, которые связаны с решеткой, треугольной решеткой. Можно этот же Гамильтанян записать как XZ-гамильтанян плюс компас взаимодействия, может быть, более знакомая, плюс еще перпендикулярный член. Или этот же Гамильтанян поворотом осей можно переписать как модель Китаева. Может быть, тоже известная для другой решетки, но она может записать на треугольной решетке. Но здесь, если перевести модель к другим осям. И давайте попробуем посмотреть, что происходит в такой сложной Гамильтане, где много компонентов, что происходит с фазовой диаграммой. Давайте добавим сначала один анизотропный член J, плюс-минус, плюс-минус. Значит, мы знаем, что при изменении дальних взаимодействий происходит переход от 20-градусной фазы к коллинеарной страйп-фазе. Если мы добавим этот анизотропный член, он также здесь происходит переход к коллинеарной фазе. Тогда 120-градусная фаза здесь в такой области заключена. Причем эти коллинеарные фазы могут быть разные в зависимости от знака J плюс-минус. Это видно из Гамильтана, что если, например, он положительный, то спины будут по оси Y, а если отрицательный, по оси X. И, как мы показали, что оказывается, вот эта тройная точка очень интересная. В том плане, что здесь разрушается дальний порядок для спины 1-2, и появляется область спинной жидкости вокруг этой области соперничества трех фаз. Это было показано, мы можем показать как и аналитически с помощью спинной теории, так и численно с помощью, вот здесь, где margin в данной работе мы использовали. Если же мы добавим другой член, JZ плюс-минус, который связывает Y, X и Z компоненты, то он тоже, на самом деле, приводит к коллинеарной фазе, но здесь еще из-за того, что связаны X и Z компоненты, эти спины хотят еще выйти из плоскости треугольной расчеты. И оказывается, что здесь также появляется вот эта тройная точка, где три фазы, и вокруг этой точки также разрушается дальний порядок из-за соперничества фаз, и появляется область спиновой жидкости. Открытым вопросом остается то, какая именно эта спиновая жидкость, потому что на самом деле можно разные написать волновые функции, которые будут не иметь дальнего порядка. И вот в этой работе было показано, что для значений, где мы находим области спиновой жидкости, то есть это вот малый J2, малый J плюс-минус и вот малый JZ плюс-минус, это будет так называемая дираковская спиновая жидкость. То есть состояние, где фермионы не имеют фермии поверхности, а имеют дираковский спектр. Но на самом деле этот вопрос еще открыт, и здесь еще ведутся дискуссии. Но мы хотели проверить, что вот обнаружили такие две области спиновой жидкости, которые существуют вокруг известной области в J1-J2 модели, и новая область спиновой жидкости, которая стимулируется вот таким анизотропным членом. И мы решили проверить, это разные или нет спиновой жидкости. И с помощью DMRG, где мы меняем параметры вдоль от одной спины жидкости с другой, и перпендикулярно, вот если мы идем вдоль одной и другой, видим, что нет никаких изменений, везде отсутствует дальний порядок. А если мы идем от центра, пересекая область спиновой жидкости, то мы наблюдаем один порядок, затем отсутствие порядка, и затем переходим в страйк-пазм. И вот на этой картинке коллег, которые с помощью точной дегонализации исследовали, наше предположение подтверждается. Действительно, вот вокруг 120-градусной фазы, опять же, это на области соперничества трех фаз образуется спиновая жидкость. Хотя вот другие коллеги не согласны, но это их право. И вопрос. Действительно, оказывается, что в такой сложной изотропной модели действительно появляется спиновая жидкость. Вопрос, вот это соединение, куда оно попадет в итоге? Попадаемо в спиновую жидкость или нет? И коллеги еще в 2018 году провели четкое исследование спиновых волн в поляризованной фазе и попытались подобрать параметры, которые будут описывать спектр в поляризованной фазе. И получается, что терби-магни-галио-4 на самом деле находится в области, так что вот эти изотропные члены действительно важны, они порядка 30% G1, но большое дальнее взаимодействие выводит эту область параметров из спиновой жидкости. То есть даже если этот материал, в принципе, не попадает в область спиновой жидкости. Вопрос, что там происходит, достаточно интересный, а быстро продают, что там очень сильный беспорядок. А беспорядок на самом деле был наблюден практически в первых же экспериментах, даже в одноэлектронных уровнях, где уровни кристаллического поля, вот они здесь показаны, на самом деле шире, чем экспериментальное разрешение. И также в поляризованной фазе, где, казалось бы, никакой спиновой жидкости уже не должно быть, также наблюдается уширенный спектр. И это можно объяснить тем, что на самом деле, если посмотреть снова на структуру этого соединения, здесь вот есть наши треугольные плоскости магнитных ионов и терби, но между ними, на самом деле, случайно насыпаны магний и галлий. И это как раз может приводить к изменению локальной структуры, а значит локальных обменных параметров, и может разрушать дальний порядок. И вот как показали коллеги в 2018 году, это приводит к образованию стекольного порядка, где видно в магнитной восприимчивости, как функции температуры, широкий пик, который зависит, это переменная восприимчивость, зависит от частоты, что является сигналом к стекольному порядку. И оказалось, что вот этот размытый спектр, на самом деле, здесь вот нейтронное рассеяние, вполне неплохо отписывается просто спиновыми волнами, с разбросом обменных параметров. И да, вот мы тоже показали, что разброс параметров может приводить к сосуществованию доменов, здесь разные домены с разными интенсивностями, что и наблюдается в эксперименте, где вместо бреговских пиков наблюдаются широкие пики, которые соответствуют вот таким маленьким доменам. Так, по времени, еще 20 минут, да? Ну давайте, коротко, что на самом деле очень интересный эксперимент оказался в магнитном поле. Вот коллеги из Северной Каролины в группе Сары Харави-Фарт вырастили такие кристаллы и измерили нейтронную дифракцию, здесь как функцию, это внутри зоны бриллиона, как функцию магнитного поля для разных полей. И интересный факт наблюдается в том, что на нулевом поле, как я уже показывал, пики находятся вот в этих так называемых M-точках на середине границы зоны бриллиона. Но когда вы увеличите магнитное поле, пики смещаются в углы зоны бриллиона. И на самом деле это соответствует переходу из условно четырехподрешеточной структуры в другую трехподрешеточную структуру. И мы решили посмотреть, возможно ли такое. И вот фазовая диаграмма как функция магнитного поля и одного из анизотропных параметров, Jz+, где видно, что для малых анизотропных параметров у нас подогнутая 120 градусов стояние трехрешеточная, а при больших у нас подогнутая страйп-фаза. Но при больших полях оказывается, что вот такая подогнутая 120 градусов структура становится более устойчивой, и вы на самом деле переходите из вашей подогнутой страйп-фазы, точнее, это более сложная структура, но неважно, вы переходите в трехподрешеточную подогнутую 120 градусов стояние. И вот в эксперименте вот это поле перехода, оно около половины поля насыщения, и мы построили фазовую диаграмму, и видно, что вот это значение, та область, чтобы вот этот переход был около половины поля насыщения, на самом деле очень сильно ограничена. 0,5 зелененький цвет. И очень сильно ограничивает набор параметров для вот этого соединения, терби-магнит-галючатый. То же самое для похожих соединений. А, не очень важно. И что интересно на самом деле, что эта область близка к области спинной жидкости, которая была предсказана, поэтому, возможно, действительно здесь не только беспорядок играет роль, но и квантовые фруктуации действительно тоже сильны из-за того, что материал действительно находится близко к области спинной жидкости. Давайте расскажу еще про один антиферромагнетик на треугольной решетке. Здесь с ионом церия. Это коллеги из Лос-Аламоса вырастили. Здесь также ион и церия с оттедрическим окружением мышьяка. Здесь электронная структура в том, что мультиплет 5-вторых расщепляется кристаллическим полем опять же на дублеты, где до следующего дублета 300 кельвинов. Поэтому на низких температурах мы опять же можем рассматривать модель спина 1-вторая на треугольной решетке. Этот материал упорядочивается, что видно по особенности в теплоемкости на 400 кмк, довольно низко, но дальний порядок есть. И стал вопрос, что это за дальний порядок, и можно ли что-то сказать о том, присутствуют там анизотропные члены или нет. И дело в том, что по низкотемпературной асимптотике теплоемкости получается, что в магнитном спектре существует щель порядка 1 кельвина. И на самом деле в этой фазовой диаграмме из щелевых состояний могут быть только значит нарушенные асимметрии, значит уже какая-то присутствует анизотропия. Есть два варианта. Это либо состояние с изинговской анизотропией, когда сильная изинговская анизотропия, либо анизотропные члены переводят нас в одну из вот этих страйп-пасс, где тоже нарушена симметрия, и будет присутствовать щель в магнитном спектре. Но эксперимент покажет, что здесь сильная легкоплоскостная анизотропия, магничность в плоскости и вне плоскости, то есть уже скорее всего у нас не изинговская фаза. А также, если была бы изинговская фаза, то расчет показывает, что там должны наблюдаться как функция поля множество разных переходов, которых в нее наблюдается. Поэтому мы посмотрели щель, которая возникает в магнитном спектре как функцию анизотропных параметров. Оказывается, что это накладывает довольно сильное ограничение на то, какие параметры мы имеем в этом соединении. Построили минимальную модель. И очень интересным фактором было то, как ведет себя щель магнитного возбуждения как функция поля, которую можно извлечь из низкой температурной теплоемкости. Низкой температурной осуществительной теплоемкости. И здесь показана щель как функция магнитного поля. Она, во-первых, закрывается на поле насыщения, а еще тот факт, что она на самом деле усиливается как функция температурной. Здесь надо синенький смотреть. И эти два критерия можно наложить на параметры. И можно довольно четко сказать, что для существования такого поведения действительно необходим вот анизотропный член, который вызывается с пиноорбитальным взаимодействием порядка 30% от Гизенберговского взаимодействия. И удивительно, получается действительно очень похоже поведение щели в черной линии, красный эксперимент, где действительно магнитная щель сначала увеличивается, потом резко обрывается на поле перехода. Безинга скайпать бы такого не было. Поэтому довольно точно получилось установить, какие параметры в этом материале и действительно в нем присутствуют вот эти новые спиноорбитальные взаимодействия, вызванные с пиноорбитой. И в конце я хотел бы рассказать тоже о росте интереса из-за синтеза новых материалов на треугольной решетке с редкоземельными ионами. А именно вот такой класс материалов кристаллической структуре, который состоит из щелочного металла, редкоземельного иона и халькогена. И вот в 2018 году коллеги из Китая синтезировали такие кристаллы, где похожая структура, что треугольная решетка магнитных атомов с актеэдрическим окружением и квазидвумерная структура. Они синтезировали разные материалы с разными редкоземельными ионами, с разными щелочными, с разными халькогенами, и в них не наблюдается упорядочение до низких температур. Сейчас подробнее остановлюсь. Но во всех этих, ну не всех, я вот остановлюсь на соединениях итербия, эрбия и церия. Во всех этих соединениях получается, что действительно, если смотреть на уровни электронной структуры, появляется и существует изолированный дублет, который отделен кристаллическим полем, при том, что тащель, конечно, зависит от окружения и самого редкоземельного. Например, в соединениях итербия это щель порядка 10-20 милиэлектронной вольт, а в соединениях итербия на самом деле очень маленькая, порядка 1-2 милиэлектронной вольт, и поэтому здесь нужна, может быть, более сложная физика. А в соединениях итербия, например, достаточно большая щель 60-100 милиэлектронных вольт, поэтому измерения порядка нескольких кельвинов вполне можно считать, что вы работаете со спином 1-2. И вот здесь в таблице я привел данные по систематизации вот этих соединений, на самом деле таблица должна быть получается трехмерная, потому что мы можем изменять каждый как и редкоземельный ион, так и щелочной металл, так и хальфоген. Но появляется интересная зависимость в том, что соединения церия практически все имеют дальний порядок, но на низкой температуре. соединения эрбия не имеют дальнего порядка, кроме вот одного селенида эрбия. А вот очень интересная ситуация появляется в соединениях итербия, где не наблюдается дальний магнитный порядок, но в приложении магнитного поля дальний порядок появляется. Получается очень интересная физика. Я вот подробнее становлюсь на этих соединениях церия. было показано, что там наблюдается вот такое коллинеарное состояние, температура приходит около 400 миликельвинов, и на самом деле она тоже порядок, температура не или усиливается с магнитным полем. А в соединении эрбия тоже такой же коллинеарный порядок, а в других нет. Но вот я остановлюсь поподробнее про соединения итербия. В 2019 году было показано, что хотя здесь фазовая диаграмма как функция магнитного поля и температура. И показалось, что на нулевом магнитном поле до самых низких температур, которые можно достичь, порядка не наблюдается, но при приложении магнитного поля появляется магнитный порядок. И вот похожие измерения были сделаны, где даже несколько фазовых переходов было наблюдено как функция магнитного поля и температуры. То есть, мы, возможно, имеем спиновую жидкость, но которая при приложении магнитного поля переходит в подняточное состояние. и вот эти наблюдения подтверждаются измерением магнитного спектра, где в нулевом поле наблюдается какой-то уширенный спектр, который, возможно, спиновая жидкость, возможно, нет, непонятно. Но если прикладывать магнитное поле, мы начинаем наблюдаться переход от какого-то уширенного спектра к хорошо выраженным спиновым волнам, как раз порядка четырех Тесла, где и наблюдается дальний порядок. Похожие измерения были сделаны вот в Селениде и Тербия. Здесь также не наблюдается магнитного порядка. Но видно, что если экстраполирует, то температура не еле условно идет в ноль при уменьшении магнитного поля. Но при увеличении магнитного поля появляются разные порядочные фазы. И температура, и фаза диаграмм меняются в зависимости от изменения, например, от щелочного металла, натрий, калий, рубиней. Довольно аккуратные измерения были сделаны в соединении цезий и Тербия и Селен-2, где также не наблюдается дальний порядок в нулевом магнитном поле, но появляются разные фазы при приложении магнитного поля. Если посмотреть на магнитный спектр, действительно, очень интересно, получается, что также какой-то размытый спектр в нулевом поле, при приложении магнитного поля появляются хорошо выраженные спиновые волны, причем видны даже переходы между разными упорядочными состояниями. Но проблема в том, что сейчас здесь это очень большие перспективы для теоретических работ, потому что, насколько я понимаю, проработаны теории возможного перехода из спиновой жидкости в порядочное состояние, вызванное магнитным полем, пока нету. Вот была, может быть, одна из работ, где действительно утверждается, что возможно образование дальнего порядка именно в дираковской спинной жидкости с приложением магнитного поля, но это все требует еще дальнейших исследований, и пока это вопрос открытый. Так, немножко раньше, ну, ладно. В общем, так, то есть, что получается, что вот в таких соединениях с сильным спинно-орбитальным взаимодействием, с редкоземельным ионами, как у меня были, взаимодействия вот эффективного дублета, они становятся анизотропными, и начинают зависеть от направления связи, и это напоминает, ну, на самом деле, практически аналогичным моделям Кугеля-Хомского, модели Китаева, компас-моделям, и здесь появляется достаточно сложная фазовая диаграмма, где несколько как и упорядоченных состояний, так и спинно-жидкостное состояние в достаточно широком диапазоне фазовая диаграмма может существовать. Да, и интересным эффектом таких анизотропных взаимодействий является сложное проведение в магнитном поле, которое на самом деле нетривиально, и вот в данной работе даже позволило практически точно без каких-то других измерений определить параметры в этом соединении. И работа продолжается, и вот большой интерес представляют новые соединения этих редкоземельных ионов в так называемых делах. Спасибо. Спасибо. У нас есть время для дискуссии. Пожалуйста, вопросы. Сколько у нас школы? У меня вопрос на понимание. Вот у нас прозвучала фраза, что квантовые флуктуации усиливаются из-за того, что система близка к состоянию спинновой жидкости. поясните, либо это какой-то жаргон, потому что все-таки по-моему квантовые флуктуации как бы усиливаться не могут. Они там с отношением неопределенности. То есть как уменьшаются тепловые флуктуации, либо мы вблизи фразовых переходов где-то находимся. Да, то, что я имею в виду, то, что при приближении квантовой флуктуации я имею в виду величину упорядоченного магнитного момента. То, что эти состояния не являются собственными, здесь магнитный момент подавлен по сравнению с классическим и эта величина подавления меняется в зависимости от анизотропных параметров. И при приближении к вот этим областям магнитный момент может быть полностью подавлен квантовой флуктуации. То есть квантовой флуктуации больше, чем спинна 1-2-я. Спасибо за доклад. Вот это, да. У меня такой вопрос. Ну, вообще-то два. Не могли бы вы пояснить, чем отличается состояние спинного стекла от спинной жидкости? И там, и там разупорядочность. И второе. У вас на фазовых диаграммах область спинной жидкости таким бесформенным облаком, как правило, изображается. Что это означает? Что границы неизвестны или так и должно быть? Давайте начну с первого вопроса. Да. Спинное стекло и спинная жидкость то есть я не эксперт, но спинное стекло, насколько я понимаю, это более классический эффект. Эффект именно беспорядок. Да. Сейчас сюда листаю. Ой. Да. И он связан тем, что спины не упорядочны из-за присутствия беспорядка. И там другие корреляции. Спинная жидкость же это именно квантовый макроскопический эффект, когда спины остаются в разупорядочном состоянии именно из-за взаимодействия друг с другом. Вне неважном присутствии беспорядок или нет. Почему? Там вообще разные поведения будут, корреляции. Давайте возможность Игорь Бурмис на второй вопрос, если можно отвечать. Игорь, пожалуйста, вопрос. Можно я на второй вопрос отвечу? Да, да, да. Здесь дело в том, что фазовый диаграмм действительно достаточно сложно просто конкретные границы перехода установить, поэтому достаточно аморфно это требует, в общем, более точного, это достаточно сложные численные методы, и поэтому достаточно сложно точно установить эту область фазовый диаграмм. Определенно, что она там есть, но где конкретно, ну, там есть небольшие вопросы, но отдельный вопрос. Давайте возьмем вопрос из зума. Игорь, пожалуйста. Добрый день, спасибо за доклад, интересно. А вот скажите, пожалуйста, вы упоминали там немножко вскользь про DMRG, что вы используете для расчетов DMRG. Вот у меня такой вопрос. Обычно DMRG успешно используется для одномерных систем, что связано с тем, как там ведет себя энтропия запутанности в одномерии, а для двумерных, как я понимаю, в общем, как бы надежность и применимость DMRG гораздо хуже, из-за того, что энтропия запутанности гораздо быстрее растет с размером системы. Вот можете как-то прокомментировать вот эту техническую сторону чуть-чуть. это очень хороший вопрос. Я много, да, к сожалению, сам не выполнял впечатление, но много разговаривал с моими авторами. сейчас какую-нибудь картинку найду. Проблема, да, действительно, в DMRG двумерном есть, и есть здесь артефакт в том, что как видите, используются такие квази-одномерные цилиндры. То есть, действительно, одномерность DMRG здесь присутствует. еще один аргумент здесь в том, что DMRG, если я не ошибаюсь, достаточно, не очень любит как раз отсутствие дальнего порядка. И тот факт, что DMRG его находит, это достаточно сильный аргумент, потому что как метод не очень-то и любит его. Спасибо. Теперь у нас вот вопрос. Почти по определениям вопрос. Вот жидкость такой не очень хорошо определенный термин физики. Вот жидкость обычная, она от газа отличается фазовым переходом и бывает сосуществованием. А вот, скажем, ферми-жидкость, которую там Ландау придумал, она ничем от газа радикально не отличается. Нет фазового перехода между ферми-жидкостью и фермой-газом. Тем более, нет сосуществования, нет фазовой границы. Вот строго на уровне определений спиновая жидкость может ли быть сосуществование и обязательный фазовый переход? Во-первых, отвечу, что строго определения спиновой жидкости нет. Скорее, на данный момент спиновая жидкость это отсутствие чего-то, отсутствие дальнего порядка. Но действительно, если смотреть, насколько я понимаю, по температуре, то перехода вы не увидите. В этом смысле ближе как бы к ферме-жидкости, чем к обычной воде. Скорее, да. Спасибо. В обычной воде тоже есть критическая точка. Ну, выше критической точки понятно, можно обойти. В выше критической точки различия между жидкостью и фаром нет. Ambient conditions. Но, если я не ошибаюсь, в квантовом переходе вы увидите. Вот про это и вопрос. Вот это и хочется выяснить определенно. Есть разница? Нет. Может не быть, как говорится. Все-таки это совсем необычное парамагнитное состояние. Парамагнитное состояние бывает по разным тривиальным причинам. Там щель может быть. А спиновая жидкость это вещь хитрая. Значит, там корреляция для каждого типа спиновой жидкости установлен свой тип корреляционной длины и критической. Ну, нет, я понимаю, если меняется там экспонентная степень, как в XY-модели, да, как в БКТ, вот это общее свойство спиновой жидкости или это свойство только БКТ? Или как? Я сейчас не скажу. Я бы сказал, что спиновая жидкость это тот же самый парамагнитик, только парамагнитик коллективный. Ну, вот я слышу противоположные, как это сказать, рецепты от авторитетных людей, поэтому и спрашиваю. Ладно, спасибо. Есть вот очень подробный обзор на ГАОС или Бена-Или, где разобраны различные типы спиновой жидкости 2007 года Рифмотфис. И там вот эти все прописаны корреляционные длины и показатели. Да, значит. Спасибо. Спасибо. Спасибо.